А сейчас еще об одной победе бендерских школьников. Гимназистка Валерия Звягинцева стала победительницей конкурса творческих работ, который проводили на площадке Россотрудничества. Свою работу бендерчанка посвятила личности великого русского полководца Александра Невского. Каков он путь к победе? Смотрите в нашем следующем сюжете. Участников больше ста. Такие конкурсы Россотрудничества проводят не впервые, но работу Валерии посчитали особенной. Дипломат, полководец и верный сын России Александр Невский оставил свой след и в истории нашего края. Об этом и писала гимназистка. Сумела перекинуть мостик из прошлого в будущее. Я участвовала в конкурсе сочинения эссе «Александр Невский. Символы России». И тема моего эссе была увековечивание памяти Александра Невского в памятниках культуры. В сочинении я писала о памятниках культуры, посвященных Александру Невскому, о значении сохранения памятников культуры. И также написала, как у нас в Приднестровье, почитают Александра Невского. Чтобы написать такую работу, знаний только литературы и истории мало. Без общества знаний, экономики и права не обойтись. И не ограничиваться интернет-ресурсами. Правила конкурса строгие. Все работы проверяются на антиплагиат. Мыслить оригинально и уметь пользоваться источниками. Гимназии учат на разных уроках. Вместе с учениками совершенствуются и учителя. Обучая, обучаюсь сам, говорит руководитель работы Валерии. Не получается так, что когда-то получили образование в далеком прошлом и на этом, скажем так, закончился наш рост. Это все время приходится учиться, ориентируясь на то, что современные дети, они более развиты, более продвинуты, так сказать, во всех отношениях. Поэтому и нам приходится каким-то образом соответствовать. История гуманитарной науки – то, что увлекает конкурсантку сегодня. Впрочем, и другие направления в гимназии тоже развивают. Интеллектуальный клуб, совет старшеклассников школы, тематические викторины и конкурсы – все это плоды совместного труда детей и педагогов. Критерии всегда высокие. Мы всегда ставим во главу угла одно – выступить достойно. Достойно, престижно, профессионально. И мы, взрослые, стараемся личным примером показать, как это сделать, помочь, подвести к правильному решению той или иной проблемы. Своих учеников здесь называют звездочками, вкладывают в них весь свой талант, знания и вдохновение, чтобы они блистали на небосклонах науки.